Меканайс здесь. 1v1 эльф текен холд. Дуэличка. Ники игроков карта на ваших экранах. Фатка морга, хаос ильдар. Ну что ж, ну что ж. Рабочий, рабочий, два культиста. Что задумал хаос на этот раз? Казарма. Рабочий отправляется куда-то наверняка построить турель, возможно на реликте, но там уже будут дозорные, которые могут убить этого рабочего. Что ж, посмотрим, как у него это получится. Три культиста. Естественно, ускорение. И рапторы. Ребята, и рапторы. Это крутейшая рашерская страта за хаос. Правда, конечно, культистов нужно отправить на помощь этому рабочему. Первые культисты должны бежать с ним. Рапторы прилететь чуть попозже, но этот хаосит принимает решение взять тремя культями свои точки. Ну вот, собственно, что я и сказал. Здесь тебя встретят эти дозорные. Так оно и вышло. Так оно и получилось. Что теряет хаос? А ровным счетом ничего. Он лишь отвлекает эту пачку от капа точек. В проигрыше сейчас будет только Эльдар. А культисты отправляются на поле боя после захвата своей точки. Захватили, побежали. Захватили, побежали, наверное, с этой стороны. Рапторы сейчас полетят, а эти культисты через шифт пойдут сюда и сюда. Ну, это я один из возможных вариантов вам сейчас описал. Сюда раб, возможно, подойдет в будущем. Возможно. Быстрый капа точек у хаосита, посмотрите. У него две захваченные, эта проста, и вот сейчас эта. Культисты уже здесь будут мешать. Что у Эльдара? А у Эльдара, ребятушки, два гена и фара. Нет тебе ни репцов, нет тебе ни рейнджеров. Фара, ребята. Третий вариант развития Эльдара на Т1 через армию, это через форсирую. Третий и, наверное, самый неудачный. Через форсирку. Ну, хотя, знаете, если Эльдар сейчас пойдет через, через закачку дозорных, выдачу им гранаты, что мы сейчас, собственно, и видим, это может неплохо у него получиться. Да, игра, мне кажется, будет достаточно любопытной. Гранаты. Здесь дозорная. Правда, точек у Эльдара нет. Турель достроилась, достроилась. Ох, у Эльдара будут сейчас проблемы. Гранатка. Летит в Раптора в граната? Ох, 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 Эльдар. Эльдар нет, Эльдар под контролем. Влетела, влетела. Эльдар делает то, к чему он идет. Ну, а уж что? Рабочие здесь умирают. Эльдар явно... Точку проградил. Эльдар явно что-то просчитался. У него не получается. Нужно контролить. Нужно много контролить, а ты не контролишь, Эльдар. Не контролишь. Отдаешь своих закачанных, дозорных, сливаешь. У Эльдара сейчас одна единственная точка. Против. Два, три, четыре. Пяти точек хаоса. Хаос сейчас может просто банально нажать на правую кнопку мыши на своих войсках и просто переспамить, перемасить этого Эльдара. У Эльдара банально не хватит ресурсов для пополнения своих войск. А хаосит это и делает. Он это и делает. Так, берет. Что еще? Лорд. Лорд хаоса. Рабочий двигается, я так понимаю, застраивать эту точку. Ох, какая будет жесть, ребята. Но он контролит. Этой пачкой он бегает. Форсирка бегает за ними. Здесь он точечку берет. Все хорошо. Ладно. Культисты. Все. Рапторов море. Граната влетела. Ну, что-то как-то, знаете, слабенько. Еще одна. Ну, что-то я не знаю. Профит от этих гранат. Ну, сбивает она с ног. Ладно. Достроит. Нет, не достроил. Не выдержали нервы. Нервы не выдержали. Вот они, дозорные. Отбиваются от рапторов. Дамажат. Полноценный боевой юнит. Полноценный боевой юнит. Дозорный. Две точки у Эльдара. Две точки у Эльдара. Две. Оружейка. Хотя хаос мог сейчас не строить эту оружейку за сколько? За 175 энергии. А преспокойно мог пойти сейчас в Т2. У Эльдара это серьезная проблема. Зачем закачивать-то еще Т1? Выходи в Т2 и добивай этого Эльдара. Но этот хаос не ищет легких путей. Он получает истинное удовольствие от игры. И доминирует сейчас здесь над Эльдаром. Точки его забирают. Точки грейдят на базе у Эльдара. Пока мы сейчас видим такой хороший башек. Знаете? И вместо того, чтобы идти сейчас в Т2, в Т3 и показать еще большее доминирование. Хаос закачивает себе Т1. Смы. Рипперы. Все. Лорд Хаоса. Сейчас он может отъехать. Урона уже достаточно. Урона достаточно. У Эльдара сейчас. Микрит с ногами. Все, 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 все. Сейчас будет больно. Бросил маячок. Как он странно его бросил. На ребро поставил. Все. Улетать. Убегать. Улетать. Еще бы путы бы вкачать им. Добавить им варлоков. Добавить путы. Вообще, чтобы было интересно. Ресурсы Ашот Ваншота мы видим на экране. 110 прирост. 300 накапливается. Генец. Точки. Ребят, ну полное доминирование Хаосита мы видим вновь. Полное, тотальное доминирование. Но Хаосит решил поиграться с этим Эльдаром. Вновь Хаосит играет в кошки-мышки со своим противником. Надо идти в Т2, а он сидит в Т1. 500 флоат. Добавь пару генцов в Т2. Да, вот они. Т2, Бирсы, продолжай издеваться. Бирсы, техника, что угодно. Полностью ты под контролем. У тебя вся карта. А Эльдар вот на трех точечках идет в Т2 тоже. Тоже на трех точках. И Эльдар выполняет марш-бросок. Контрудар в место, где Хаос его совсем не ждет. Хаос ждет его здесь. Здесь Эльдар бьет по базе. По беззащитной базе. Правда, войсками, которые будут долго ломать эти здания. Но тем не менее, он нанес удар. Грейт точки. А Т2 вновь можно забыть. Накапливается флот. Вновь, ну, я не знаю, неверное распределение ресурсов. Неверная постановка экономики. Мины. Ресурсы немножко... Поток ресурсов идет не в ту сторону. Нужно немедленно было идти в Т2 еще пару минут назад. Немедленно выйти в Т2. Хаос это тетчерская фракция. Не нужно останавливаться на одном месте. Как вот в описании на Википедии, на обретараторов, держим их. Хаос постоянно меняется. Он течет и меняется. Он куда-то движется. Нельзя Хаосу стоять на месте. Нельзя стоять на Т1. Хаоси, то нужно немедленно, очень быстро выходить в развитие. Тем более, сейчас ты можешь это сделать. Немедленно пойти в развитие. Рабочие пришли сюда. Я так понимаю, они будут тут же и застраивать эти точки. У нас здесь примерный размен бас намечается. Примерный размен бас. Ни о каком-то Т2 у Хаоса быть речи не может. Хотя ресурсов у него масса. Масса. И здесь культистами можно забирать точки и застраивать дальше. Турели. Ребята, Хаосид, как и все игры этого парня, владеет, ну я не знаю, 75% карты. И начинает издеваться над своим противником. Откровенно издеваться. Быть может, сам себе ставит челленджи, отыграть на Т1. Но здесь подошли огненные драконы. А это значит, развал зданий будет происходить очень быстро. Кто успеет сломать базу быстрее друг к другу? Нет, не дойдут грейды. Грейды не дойдут. Т2. Наконец-то назад на Т2. Генератор. Что у Эльдара? 62-0. Турели. Продолжает строить турели на базе у Эльдара. Тут осталась та одноглавка. 62-0. Даже сейчас ты можешь вернуться своей армией. Сделать здесь Рапторов, как точно я угадал. Вернуться этими. Вернуться, сделать новых Рапторов. И просто банально направить и забыть. Пачку направить на Рипов. Пачку направить на Драконов. Микри Эльдар до последнего пришествия. Микри. Но у нас идет размен баз. Культистами надо забирать точки и застраивать их. Потому что намечается размен баз. Ты теряешь точки. Поэтому надо их брать и надо их застраивать. Надо это делать. Рабочие спасаются на вражескую территорию. Еще турель. Когда одной турельки мало, надо построить еще несколько. Т2. Ну, Т2 дойдет. Вот в чем отличие остальных фракций от Эльдаров и Тао. То, что их Т2 отменить нельзя. Оно дойдет в любом случае. А вот у Эльдара отменить можно. Итак, Рапторы здесь ждут, как я и сказал. Эти Рапторы возвращаются. И сейчас будут повязаны Рипы и Драконы. А эти пусть постреливают. Барахолка эта вся. Можно сделать еще и третью пачку Рапторов. У тебя же... О, неожиданные проблемы с ресурсами. Ничего себе. Надо... Вот я и что и говорю. Точки-то надо забирать. Точки надо забирать. Ну что, все. Ах, здесь Орликин. Здесь Орликин. Эльдар-то делает. Смотрите, правильно. Он точки-то, обратите внимание, забрал. И здесь продолжает забирать, ребята. Обратите внимание. А Хоусит армию свою теряет. Одних Рапторов он уже слил. Сейчас слил он и вторых. Потому что у него и Грейд дошел у Эльдара. И вот знаете, вот опять. Эльдар-то сейчас показывает неплохую игру. Начало у него опять было какое-то абсурдное. Слиты все эти дозорные. Точки не взяты. Сейчас-то у него контроль-то мы видим. И драконы вышли у него. И Орликин у него вышел. Как будто Эльдар думал, а там дурачок сидит. Сейчас я его размажу. Вообще не контроля. А потом раз. А контроль-то оказывается надо делать. И Эльдар взялся за ум. Но уже как будто бы поздно. Хотя мы еще не знаем поздно или нет. Главки-то пали. У Хаоса-то Т2-шная главка пала. Ребят, успел ли Хаос что-то набросить полезного из Т2 построек? Еще Рапторы. Вот Хаос в полной, в победной ситуации он сам загоняет себя на край пропасти. Сам. Ну а шот-ваншот, он две минуты у него осталось до победы. Сам абсолютно, знаете. У него абсолютное, стопроцентное доминирование, полная власть. Делай что хочу. Я не знаю, и ты стопроцентно победишь. Но он сам себя загоняет в такую тяжелую обстановку. Сам. Даже сейчас у него владение карт 75%, а то и 80%. Даже сейчас. У Эльдара никакой энергии. А Эльдар отстраивает главку здесь. Вот Эльдар как будто бы взялся за ум, как будто бы. Ему по рукам настучали, и он понял, ага, надо браться за ум. Главочка. Конечно, поменялись. Вот знаете, полностью поменялись базами, абсолютно поменялись респами. Хаосит строит на месте Эльдара, а Эльдар строит на месте Хаосита. Полный обмен баз. Поменялись респами абсолютно. Игру можно начинать сначала. Здесь точки Эльдар взял. Как будто и не было этой игры, понимаете. Как будто игра только-только у нас начинается. Эльдар точки забирает и застраивает. А Хаосит здесь точки не забирает Хаосит, ребята. Не забирает. Эльдар сейчас выглядит повнушительнее. Ну что? Минута до Даканхолда. Встают они армиями. Но, блин, трудно. Ну что, Рапторы влетели. Здесь Орликин этих Рапторов раскидает. Граната влетела. Раз. Хуйтистый здесь. Два болта. Лорд Хаоса. Драконами. Видите? Он драконами повязал пачку дальнего боя. Лорд Хаоса бежит. Тоже вязать. Ух ты, ничего себе. Даже подлагивай. 30 секунд Теканхолда. Эльдар этого не понимает. Даже если бы он сейчас и побежал на своих быстрых ногах, ему два крита не снять. Два крита Эльдару не снять. Вы посмотрите. Вы посмотрите, ребята, как Эльдар разворачивается. Посмотрите. Эльдар чисто забрал Респу Хаоса. Чисто всю. Всю Респу забрал. Итак, есть ли сейчас шансы на победу? ГГ. ГГ. Были ли сейчас шансы на победу у Эльдара? У него пачка дозорных. Грейжины. Рипперы. Пачка целая. И драконы. Где Рапторы? Рапторы умерли. Рапторы, ребята, умерли. То есть сейчас отбивается здесь Эльдар. И Эльдар побеждает Хаоса. Потому что Хаос точки брать на базе Эльдара перестал. Победа по Теканхолду. На, вы только по Теканхолду и можете. Ну, в принципе, чтобы снять Теканхолд, нужно вот эту часть армии-то убрать на криты. Понимаете? Поэтому здесь будет и баланс. Ну, в общем, ребята, напишите, что вы думаете по поводу этой игры. Начало Эльдар проиграл. А вот серединную концовку Эльдар выиграл. Взялся за ум и выиграл. А Шериф, опять чувствуя свою власть, доминирование, он перестал брать точки. Хотя ему нужно было это сделать и взять. У него был здесь простой. Забрать и застроить. Поменяться и спамить. Но он не умер. Он накинул главочку. Игра эпичная, ребята. Эпичная. Эпичная и неожиданная, я бы сказал. Вот такие игры нам нужны. Вот такие репочки смотреть очень приятно. Все. Оставляйте комментарии. Оставляйте лайки. До встречи. Оставайтесь на связи.